Давайте начнем работать. Я два слова скажу буквально. У меня такое ощущение, что мы все-таки мало общаемся, а это не очень хорошо, потому что, к сожалению, зачастую информация, которой должны располагать наши граждане, она попадает к ним из каких-то других косвенных источников, а с учетом того, как близкие наши народы, наши страны, с учетом нашего государства союзного, мне кажется, очень важно, когда лидеры государств регулярно общаются с представителями средств массовой информации. Александр Григорьевич в этом смысле показал пример. Он это делает, мне кажется, откровенно и успешно. Поэтому я думаю, что мы тоже должны эту брешь восполнить или закрыть. И я считаю, что такого рода встречи, с учетом, опять же, подчеркиваю, близости наших стран, должны быть не просто такими серьезными, но и регулярными. Поэтому я приглашаю вас задавать вопросы. Ну, собственно, это и все. Начнем работать. Давайте сделаем так, чтобы у нас была демократическая встреча. Мы люди с демократическими убеждениями. Я не буду ни в кого там пальцами тыкать, не буду никого специально выдергивать, а просто мы пойдем, допустим, по часовой стрелке и так и будем делать. Ну, не знаю, давайте с этой стороны начнем, пожалуйста. Павел Куток, первый канал Беларусь. Дмитрий Анатольевич, позвольте все-таки начать со слов благодарности, потому что, на самом деле, впервые президент России встречается с белорусскими журналистами. Я так думаю, что ко мне присоединятся все те, кто находится за этим столом. Еще перед вопросом небольшая ремарка. Наша страна называется Беларусь. Именно так, 8 букв, 4-я А, на конце мягкий знак, так мы называемся в ООН, и таковы рекомендации, в частности, Московского института русского языка. Да, может быть, вы тоже присоединитесь к ним, и все политики, государственные деятели в России... Вы ко мне это адресуете или, так сказать, к другим представителям российского истеблишмента? Потому что я-то как раз говорю так, как называется ваша страна в ООН. Но, наверное, есть и какие-то отдельные случаи. Традиция Белоруссии. Что, как-то неправильно. Теперь вопрос. У меня вопрос про политику. В Белоруссии скоро выборы. Запад делает ставки на одних политиков. Есть намеки на каких-то российских составленников. Не так давно в Госдуме были своего рода какие-то смотрины. Приезжали наши оппозиционные деятели, встречались с российскими политиками. Как вы относитесь к подобного рода, можно сказать, и вмешательству во внутренние дела суверенного государства? И, кстати, один из наших оппозиционных политиков заявил, что после встречи с белорусскими журналистами следует ожидать приема в Кремле белорусских оппозиционных деятелей. Он это говорил в российской прессе. И что вы думаете, будете такие сопротивления делать? Вы знаете, Беларусь, я настаиваю именно на таком произнесении названия нашего братского государства, это действительно самостоятельное государство, суверенное государство, со всеми атрибутами самостоятельного государства. А раз это так, то, соответственно, и вся политическая жизнь у вас идет по своему сценарию. Мы к этому сценарию не имеем никакого отношения. Но нам не безразлично, что у вас происходит. И, конечно, мы самым пристальным образом следим за развитием политических процессов, потому что Беларусь – это близкая страна, страна, с которой мы связаны с союзным договором, страна, где живет очень близкий нам народ, экономики наши самым тесным образом связаны. Так что во всех отношениях для нас это территория и государство, которая самым интегральным образом связана с нашей страной. Но еще раз подчеркиваю, все, что у вас происходит, происходит по белорусским законам и в соответствии с белорусскими правилами, с белорусской конституцией. Общение между политиками – нормальное дело. Когда к нам приезжают иностранные лидеры, они встречаются с нашей оппозицией. Нравится нам это или нет, мне, может, что-то и не нравится, но они регулярно вызывают к себе представителей российской оппозиции для того, чтобы получить более полноценную картину устройства общественной жизни в нашем государстве. Я считаю, это совершенно нормально, даже если во время этой встречи говорят нелицеприятные слова о власти или обо мне лично. Думаю, что подобных правил следует придерживаться любой стране. Это ни в коей мере не может характеризоваться как вмешательство в внутренние дела. Потому что вмешательство в внутренние дела – это желание поставить политический процесс под контроль другого государства. У нас никогда такого и в мыслях не было, да это и невозможно. Сам белорусский избиратель определяет, кто ему мил, голосует соответствующим образом, и в результате этого возникает та или иная политическая конфигурация, тот или иной политический лидер приходит к власти. Что же касается общения со средствами массовой информации, то это вообще, мне кажется, только плюс, вы сами об этом сказали. Первый раз такая встреча происходит. Надеюсь, что не в последней. Спасибо. В нашей стране многие считают, что Россия давит на Беларусь в вопросе признания Абхазии и Южной Осетии. Так ли это? И объясните, зачем вообще Россия признание нашей страной Абхазии и Южной Осетии? Что это изменит? Значит, не в публичном измерении, не в ходе личных встреч я ни разу не просил признать Абхазию или Южную Осетию лидера Беларуси или какое-либо другое должностное лицо из Беларуси. Не обращался ни прямо, ни косвенно к президенту Беларуси с этими предложениями. Все разговоры об этом, на мой взгляд, высосаны из пальца и напоминают торг по поводу того, значит, кто больше сделает хорошего, кто поможет, вот за тех мы и будем. Значит, я неоднократно говорил в отношении позиции Российской Федерации, в отношении признания двух новых субъектов международного права. Мы сделали это сами. Для нас это был очень сложный выбор, очень сложный. Значит, он был сделан только после того, как Грузия совершила соответствующую агрессию против двух этих территорий, тогда непризнанных автономий. Сделали это для того, чтобы защитить граждан, которые там живут, в том числе и российских граждан, а и для того, чтобы предотвратить подобного рода конфликты в будущем. Все остальные, уважаемые члены международного сообщества, сами должны принимать решение о том, признавать эти новые территориальные образования субъектами международного права или нет. Это в полной мере относится и к Беларуси. Значит, поэтому это внутреннее дело. Мы никогда об этом не говорили. Разговоры же о том, что кто-то давит на Беларусь, требует признания двух этих новых субъектов в качестве субъектов международного права, установления дипломатических отношений. На мой взгляд, носит вольный, если не сказать провокационный характер. Еще раз повторяю, это желание, как мне представляется, выдорковать для себя какие-то дополнительные условия в ходе иных международных контактов. Я об этом никогда не просил и просить не буду, потому что это вообще не мое дело. Это дело другого государства, признавать или нет. Не буду скрывать, для России, наверное, было бы лучше, если бы эти новые субъекты международного права получили большее количество международных признаний. Именно в силу того, что в этом случае этим государствам проще было бы развивать самих себя, развивать свои экономики, создавать лучшие условия для жизни граждан, которые там живут. Но мы никогда в эти процессы не вмешиваемся, никогда не пытаемся этим рулить. Это просто противоречит принципам международного права. Поэтому это ваше внутреннее дело. Хотя я неоднократно слышал от Александра Григорьевича, что Беларусь обязательно рассмотрит этот вопрос и, по всей вероятности, признает эти республики. Но должна сделать это самостоятельно, без влияния извне. Я думаю, что это правильный подход, абсолютно такой честный. Но пусть сама Беларусь определяется, пусть президент определяется, нужно это ему или нет. Спасибо.